Рукопожатие, приветствия и улыбки. Делегации из Мали и Буркина-Фасо прилетели в столицу Нигера, чтобы продемонстрировать свою поддержку пучистам. Во главе этих трёх государств стоит военная хунта. Они намерены защитить Нигер от любого вмешательства извне. Для братского народа Нигера настали трудные времена. Мали и Буркина-Фасо сами прошли через такие испытания. Мы хотим твёрдо заверить нигерцев в нашей поддержке и солидарности. Давайте будем стойкими. Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки ЭКОВАЗ потребовало от мятежников вернуть власть законному президенту Мухаммеду Базуму. Пучисты отвергли ультиматумы, вместо этого закрыли воздушное пространство Нигера, предупредив, что любая попытка проникновения на территорию страны вызовет немедленный ответ. На улицах Неомея сторонники хунты высказываются против свергнутого президента и правительства. Они управляли страной, как им заблагорассудится. Делали, что хотели, во вред населению. Они не сдержали свои клятвы. Их партия не придерживалась своих собственных постулатов. Лидеры переворота призывают молодёжь защитить новый режим от возможного военного вторжения. Студенты университета Неомея так реагируют на эти призывы. Если КАВАЗ примет решение о военном вмешательстве, то мы соберём всё своё мужество и встанем на защиту страны. Если будет необходимо, мы пойдём на поле боя. Мы, студенты, готовы к этому. Когда речь идёт о родине, то жертв много не бывает. Мы готовы отдать жизнь за родину. Из-за захвата власти хунтой на Нигер наложили международные санкции, которые могут ослабить и без того шаткую экономику страны. Хунта и её союзники используют санкции как способ сплотить общество. Простается в глаза, что сторонники пучистов в Нигере на демонстрациях часто размахивают российскими флагами и кричат «Да здравствует Путин!» и одновременно жестко критикуют Францию. Сигнал Париж получил и от самих пучистов. Они решили временно приостановить экспорт урана во Францию. Он важен также и для других стран Евросоюза. Доля Нигера в поставках урана в ЕС достигает 24%. Ядерные реакторы на две трети обеспечивают Францию электроэнергией. Однако, чтобы продолжать производить всю эту энергию, необходимы стабильные поставки урана. Нигер входит в тройку крупнейших поставщиков урана во Францию. Его доля колеблется от 15 до 20%. Военный переворот в африканской стране вызвал опасения по поводу стабильности этих поставок. Водобавок к этому отношение к бывшей колониальной державе на улицах Нигера не самое благоприятное. «У нас есть уран, у нас есть алмазы, у нас есть золото, у нас есть нефть. А мы живем как рабы. Почему? До каких пор? Так не должно продолжаться. Французская база в Нигере должна закрыться. Нам не нужны французы, чтобы нас защищать». Хунта прекратила сотрудничество с Францией в сфере безопасности и обратилась за помощью к российской ЧВК Вагнера. Вагнеровцы уже оказывали помощь Хунте в соседнем Мали, еще одной бывшей французской колонии. Эксперты оценивают это как элемент растущего российского влияния в Африке. На данный момент в ЕС не видят причин для беспокойства. «Коммунальные предприятия ЕС имеют достаточные запасы урана, чтобы снизить любые краткосрочные перебои с поставками. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе на мировом рынке достаточно месторождений, чтобы покрыть потребности ЕС». У экспертов скорее вызывает опасения зависимость Франции от поставок урана из постсоветских стран. «Россия — это часть проблемы, но есть еще Казахстан и Узбекистан. Эти страны независимые, и они работают со странами Запада, будь то ЕС или США. Это в их национальных интересах. Однако Россия, в частности через Росатом, который является государственной корпорацией, очень активно участвует в торговле ураном, в том числе из стран, образовавшихся после распада бывшего Советского Союза. Вот здесь у нас существенная проблема, и она гораздо весомее, чем Нигер». Страны ЕС, в том числе и Франция, пытаются постепенно снижать зависимость от российского урана. Однако, в отличие от импорта российских газа и нефти, ограничений на ввоз российского урана Евросоюз пока не вводил.